Здравствуйте, друзья! В одном из прошлых выпусков я, по аналогии со школьным ЗНО, проводил свое гно — гумористично незалежное оценивание. И меня винили в том, что у меня были слишком сложные вопросы. Поэтому сегодня я решил сделать что-то попроще. И начнем с самого простого вопроса. Знают ли люди, что такое, в принципе, ЗНО? Как расшифровывается, знаете, ЗНО? Загальное незалежное оценивание. Как расшифровывается ЗНО? Не знаю. ЗНО. Короче, экзамен. Знаете, что такое ЗНО, да? Можно по-русски. По-русски ЗНО. Ну, это оно... По-русски это капец. Как сложно все. Ну, раз и это для наших людей оказалось сложным, предлагаю спрашивать вообще элементарные вещи. Поехали. Что такое эбонитовая палочка? Не подсказывай. Не знаю. А что подумали? Не скажу. Вот она есть-есть, а потом она как... Эбонитовая палочка. Ну да. Ну так что? Не, не скажу. Ну, эбонитовая палочка. Боже мой, даже боюсь произносить слуха. Чего? Эбонитовая палочка, это там трешь палочку. Это стриптиз. Когда трешь палочку. Поехали дальше. Поехали дальше. Сколько сторон углобуса? Две. Две? Вверх и вниз. Сколько сторон углобуса? Яких спорим. Вин круглый. Да ладно. А сколько сторон углобуса? Какого? Два. Два. Два сторон. У него еще не только с географией, а еще и с русским проблемы. Сколько сторон углобуса? Нету сторон. Нету, ни одной. Первый такой ответ. Ну сколько сторон? Ну углобуса. Четыре. Четыре? Конечно. Какие? Четыре стороны горизонта. Могуть. У углобуса. Я просто углобусы себе по-другому представляю. Сколько сторон углобуса? Так он же круглый. Четыре, наверное, я не знаю. У углобуса сколько сторон. Так он же круглый. Ну да. То есть нету у него сторон. Та-да! Хорошо. А вы не знали? Дорогие друзья, я думаю, что после таких ответов пришло время немножко передохнуть, набраться сил. А вот в следующем выпуске увидимся в продолжении моей рубрики. До встречи. Пока. Так. Вот. Продолжение следует...